Случилось это в 1980 году. Моей сестре было год и 11 месяцев. Моя мама поехала к своей тете в Кишинев, адреса, как бы, я не знаю такого конкретного. Поехала в Кишинев, чтобы поехать дальше на Украину к своему мужу, к моему отцу. Вот, и она приехала к тете, но у нее не было денег дальше поехать на Украину. И ей тетя предложила ребенка оставить у нее и вернуться домой к своей маме, чтобы взять деньги и, как бы, продолжить свой путь. Вот, и она говорит, оставь здесь ребенка, а моя мама приехала с своей подругой. Как бы, я тоже не знаю, как зовут эту подругу. Она приехала с своей подругой, с ребенком. Они приехали втроем. И оставила моя мама ребенка этой своей тете и своей подругой. А сама вернулась за деньгами, вернулась. А моя тетя говорила, что возвращайся побыстрее, потому что утром я лечу в Россию. У меня дома не будет. Ребенок останется своей подругой, ну и с моей дочерью. Ну, мама говорит, хорошо, я постараюсь быстро вернуться. Ну, когда моя мама вернулась в Кишинев, в эту квартиру, моей тети уже там не было. И не было моей мамы подруги с ребенком. Моя мама спрашивает своей там двоюродной сестре, где ребенок, где моя подруга с ребенком. Ну, вот и эта двоюродная сестра говорит, твоя подруга забрала ребенка и сказала, что она возвращается в деревню своим родителям и отдаст ребенка там. Пока моя мама сразу обратилась в полицию и сказала, что так и так, у меня украли ребенка. И дома его нету, нигде нету. Ну, как бы, приняли это заявление. Оказалось, ребенка искали, как бы, искали месяц. Но мне кажется, что, как бы, судя по матери рассказу, что ребенка нашли буквально, ну, сразу же, ну, тот же самый день. Потому что эта подруга в Кишиневе на рынке оставила ребенка маленького, просто на рынке. И она просто оставила и убежала. Этого ребенка нашли там полиция. Отвели в детский дом. Потом, как бы, моя мама постоянно обращалась к полиции и говорила, где мой ребенок, туда-сюда. Сказали, что ребенка нашли. Вот, ребенок у вас сейчас находится по адресу либо ГАЖДЭ или ХАЖДЭ, ГАЖДЭ, ХАЖДЭ, номер 2, детский дом. Кишинев, это город Кишинев, адрес, но я говорю, улица, я точно не знаю, либо правильно оно говорится, ХАЖДЭ или ГАЖДЭ, номер 2. Ну, это было в 80-м, 40 лет назад. Имена улиц изменились, так что нужно искать. Ну, да, да, вот. Ну, моя мама туда пошла, но ей постоянно говорили, что нет ребенка вашего. Постоянно ей говорили, что нет, нет, нет. Но потом ее какая-то там сестра отозвала в сторону и сказала, женщина, зайдите, пожалуйста, с черного хода, там очень много детей, посмотрите, ли есть ваш ребенок. Моя мама говорит, я пошла, открыла там дверь, но, говорит, там детей сколько было, ну, как будто, ну, все на одно лицо, потому что они маленькие были. То есть я не могла даже, ну, посмотрела, нету. Прошло там месяц-два, ну, моя мама постоянно, как бы, 5-6 раз в месяц она ходила, отбивала эти пороги. Потом ей заведующая этой больницы по имени Тома Инна, она работала там юристом в этом детском доме. Вот, и она говорит, я не могу тебе сказать, где твой ребенок, но могу тебе одно сказать, что твою дочку удочерила семья учителей, не ищи ее больше. И сказала, что она находится со стороны севера Молдавии, как на север Молдавии, вот. Ну, и сказала, что, как бы, моя мама потом после этого всего подавала 3 раза на народный суд в Кишиневе. На то, что ей сказали на 3-й суд, чтобы она, как бы, предоставила свидетельство о рождении этого ребенка, как бы, доказать, что действительно это ее ребенок. Ну, вот, и она отдала это свидетельство о рождении ребенка, но ей не вернули это свидетельство о рождении. Но можно найти копию, в архивах же есть. Да, но если ребенок, ребенка удочерили, как бы, они эту информацию могут только дать, как бы, я уже интересовалась, только дать. Допустим, если меня удочерили, и я пойду туда, и скажу, я хочу знать свою фамилию, свою настоящую, то это мне могут сказать, как я, сама себе, да? Но если я пойду, мне этого, ну, как бы, не дадут ответа этого. Потому что эта информация, она защищена. И сейчас через прессу обращайтесь к женщинам, рожденными где-то в 78-м, 79-м, которых, может быть, удочерили в 80-м, и, может быть, они хотят узнать про свою семью, про вас, про свою сестру и так далее, да? Да, да. И вот такой еще нюанс маленький. Когда моя мама подавала на народный суд, это было два или три раза, это Тома Инна, которая работала в детском доме, она юрист, она делала документы, могла было удочерять, представлять. Она ни одного раза не пришла. И моя мама говорила, что она не могла иметь детей. И даже так, со слов моей матери, что она говорит, что я даю 99%, что она удочерила сама этого ребенка. Может быть. И потому что у нее, когда мама хотела к ней прийти домой, она говорит, нет, ну, ко мне нельзя. Она такая была, ну, очень чего-то опасалась, как бы, вот. И у моей сестры еще есть родимое пятно. Ниже пупка есть такое, как пламя горит. Это такое родимое пятно. И под мышками у нее маленькие шрамики слева-справа, потому что у нас было трое семи детей, и только я осталась одна, и мы все втроем позначены. У меня родимое пятно на ноге, допустим, на правой. У меня виноград, у моего брата покойного было сердечко на все колено. А вот моей сестры было, вот, как бы, пламя горит. Интересный случай. Надеюсь, люди увидят, помогут. Как Вас найти, дать Ваш телефон в скайпе, вайлере. Мой номер телефона, мой номер телефона, плюс три, восемь, ноль, девяносто семь, ноль, пятьдесят три, сорок восемь, сорок шесть. Это номер из Украины или где? Это номер из Украины. Живу я в Кировоградской области, Гайворонский район, поселок городского типа, Забаля. Вот. Очень хочу свою сестру найти, как бы, потому что брата я спустя 14 лет искала-искала, сама своими силами, но вот я сейчас нахожусь в Одессе, я его нашла. Но он, как бы, умер в 2005 году, но нашла его могилку, как бы, ну, вчера. Есть большая надежда, как бы, что мне люди очень сильно помогут, потому что я очень хочу найти свою сестру. Я сердцем чувствую, что она жива, что она очень хорошо живет. То, что я чувствую, что у нее есть две девочки. Вот, ну... А как ее звали тогда? Ее было звать Галя. Галина. Может быть, ими изменилось. Да, фамилию у нее, фамилию 100% ей поменяли. Вот. Родилась, родилась она 10 октября 1978 года. Очень хочу ее найти, потому что она, она последняя моя надежда, она, я не знаю, лучик света в моем сердце, потому что всю жизнь, как бы, я ее ищу. А мама есть еще? Да. Мама очень болеет сахаром. И она тоже, наверное, хочет увидеть дочь. Да, она, она вообще, она, она хочет тоже очень найти, потому что я ее сейчас, как бы, не хочу наперед расстраивать, потому что очень многие годы мы ищем друг друга, и, как бы, очень трудно. Надеюсь, что поможет это видео, это обращение. Спасибо вам за доверие. Держим связь. Если что-нибудь услышим, если вас не найдут прямо, то через нас мы точно найдем. Хорошо. Спасибо вам огромное, что как бы решили мне помочь в моей ситуации, потому что, ну, никто не мог помочь. Вот, а эти хотели помочь, не получалось, как бы, ну, вот так вот. А вы обращались в специальные телепередачи, которые занимаются этим? Я обращалась, как бы, писалась в 2008-м году. Я постоянно писала в сетях. На программу писала «Жди меня» очень много раз. Ну, как бы, я понимаю, что они не могут найти, потому что очень, это миллиарды таких ситуаций похожих, как бы, что кто-то кого-то ищет. Ну, миллиарды нет, даже миллионов нету, но все равно много, наверное. Да, очень много, и я понимаю, что люди не в силах всем помочь, но жизненные ситуации бывают разные, и будем думать, что у нас все получится, потому что я буду держать за вас кулачки и за себя кулачки, и я надеюсь, что все у нас получится. Спасибо большое. До свидания.